Сегодня в Салихарде состоялась пресс-конференция председателя законодательного собрания Ямала Сергея Ямкина. Журналисты задавали вопросы, касающиеся всех сфер жизни округа. Две главные темы, которые особенно интересны лабытнанцам. Насколько важна роль нашего муниципалитета в строительстве северного широтного хода и будет ли законодательное собрание и дальше оказывать поддержку процессу объединения Харпа и Лабытнанги. На пресс-конференции побывала моя коллега Карина Щербакова. Вместе с председателем на встречу пришли депутаты ЗАГС Собрания Алексей Ситников, Наталья Фиголь и Виктор Казарин. Пресс-конференция длилась час. За это время успели обсудить широкий спектр тем и важных для Ямала событий. Ответили и на вопросы, которые волнуют лабытнанцев. Первый из них касается объединения города с поселком Харп. Этот процесс требует решения юридических и финансовых вопросов. Многие жители Харп проводят в Лабытнанге. Уже сегодня это, в принципе, единое городское пространство, экономическое и социальное. Хочу сказать, что тем не менее, в результате для образования поселок не утратится. В результате для образования поселок городского типа празднуем все социальные выплаты, все люди, которые для жителей отдельных категорий данного вида, они будут сохранены. Я думаю, что эти на процессе пройдут максимально безболезненно для населения. Обсудили и перспективы. Город Лабытнанге играет одну из ключевых ролей в развитии проекта Северного широтного хода. И задействован в этом процессе обязательно будет. Северного широтного хода – это и строительство моста, очень важное и строительство железной дороги, которая у нас будет строиться дальше по Ямалу. Я считаю, что потенциал города Лабытнанге на самом деле очень огромный. Тем более, что Харп поселок вошел. Я думаю, что он и туристическим таким центром развития на Ямале будет. Поэтому считаю, что города очень хорошие и большие люди. Еще один из вопросов, который затронули, связан с ольготами. Правительство округа субсидирует 34 авиационных маршрута, которые помогают значительно экономить семейный бюджет. В этом году добавилось еще 4. Из всех наших основных аэропортов, как у Регой, Наталья, Салехар, Ноябрьск, осуществляются премьерные перелеты на южные курорты. Сочи, Симферополь, Краснодар по фиксированной стоимости, во-первых, субсидируются 9-9 сот. Дети до 12 лет 50% стоимости, до 2 лет без предоставленного места. Бесплатно. Сохраняются по-прежнему в 1-2 года для перелетов детей многодетных семей по цене 2,5 тысячи, что очень благодарностью опозвалось в сердцах ямальцев. И срочно получаем обратную связь. В летний период работа депутатов не прекратится. Они посетят свои избирательные округа и проведут встречи, чтобы в законодательной повестке осенней сессии учесть предложение ямальцев. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Продолжение следует...